Девушки отдыхают Обладающие сверхъестественными свойствами Ковчег, в котором хранится живой дух Господень Здесь мы найдем ковчег, я в этом не сомневаюсь Секретные материалы древности Тайны темных искусств Философский камень Легендарный источник неиссякаемых богатств и вечной жизни Миф о нем известен многим Но алхимики всерьез занимались его поисками Философский камень был не предметом, а тайной формулой На протяжении многих веков он считался не более чем выдумкой Но сейчас ученые нашли зашифрованную рукопись Составленную одним из величайших ученых Великобритании Сэром Исааком Ньютоном Судя по тому, что в ней написано Он был близок к открытию философского камня Этого священного Грааля всех алхимиков Который позволял превращать простые металлы в золото И сегодня поиски философского камня затеваются вновь Историки-писательницы Анн Мари Роуз Изучают подсказки, которые встречаются по всему Лондону Для тех, кто верит в тайные шифры Архитектура Лондона наполнена символизмом Анна Мари Роуз специализируется на изучении ранних этапов становления английской химии и медицины В архивах Королевского научного общества была найдена рукопись Которая на протяжении почти ста лет считалась утерянной Составлена она Исааком Ньютоном А формулы и эксперименты описаны в ней языком таинственных символов и зашифрованных фраз Хотела бы я увидеть, как Ньютон писал эту книгу Кто знает, что бы это позволило нам узнать? Анна надеется, что рукопись прольет свет на историю о поисках философского камня Которое, как предполагается, вел Ньютон Роб Илев изучал работы Ньютона Возможно, он сможет расшифровать рукопись Получение философского камня было мечтой любого алхимика Алхимия, как род деятельности, появилась еще до раннего средневековья Согласно легенде, философский камень мог быть получен по формуле Которая позволяла превращать простые металлы в золото Также философский камень излечивал раны и болезни Это был ключ к богатству и вечной жизни Вот она, рукопись Исаака Ньютона Как же в этом разобраться? Манускрипт Ньютона написан на сложном сочетании латыни, древнегреческого и английского языка 17 века Но главная трудность состоит в том, чтобы расшифровать странные символы При помощи которых он закодировал результаты своих исследований В алхимических работах Ньютона есть символы, значения которых мы не понимаем Мы просто не знаем, что они значат Здесь есть очень интересные символы Я не уверена, что это такое Мы видим Солнце Оно, очевидно, символизирует золото Луна символизирует серебро А ртуть Это алхимические элементы Их получали в результате алхимических опытов Эти загадочные символы не единственная подсказка Сами страницы могут кое-что рассказать о том, чем занимался Ньютон, когда писал эту книгу Как вы можете видеть, некоторые страницы выглядят светлее других А некоторые, наоборот, темнее Думаю, это говорит о том, что одновременно с написанием книги Он проводил алхимические эксперименты То есть какие-то химические элементы или дым могли обесцветить страницы Более того, они все еще могут оставаться в бумаге Начинается уникальный эксперимент Который прольет свет на древние тайны алхимии Что это у вас? Фосфор? Да Этот удивительный элемент был получен алхимиком Хеннигом Брандом Из человеческой мочи В этой пробирке у нас кислород и совсем небольшое количество фосфора Потрясающе Химик Андреас Элла полагает, что алхимия была большим, нежели просто черной магией Удивительно А предшественницей современной химии Вот такие вещи и интересовали Ньютона В те времена было известно немного источников света Так что вещество, которое способно вот так загораться, должно было стать настоящим откровением Исаак Ньютон начал свои алхимические эксперименты в 1668 году Будущий членом ученого совета Кембриджского университета Он превратил свой кабинет в лабораторию и работал в ней круглые сутки Огонь, который едва не сжег все здание, мог быть результатом неудачного эксперимента Алхимики работали тайно и писали шифрами по одной простой причине На протяжении примерно половины жизни Ньютона Занятия алхимией были запрещены законом и карались смертной казнью Алхимиков нередко казнили на виселицах, предварительно выкрашивая их в золотой цвет Алхимия, которая считалась наукой дьявола, представляла большую опасность для правящих кругов Именно золото было основой богатства королей и их государств Если бы алхимики научились получать золото в огромных количествах, этот металл бы быстро обесценился Что могло стать серьезной угрозой даже для самых могущественных держав А ко времени Ньютона также распространилось мнение, что алхимики занимаются фальшивомонетчеством Очевидно, не зная о тайной страсти Ньютона, король назначил его смотрителем королевского монетного двора Который располагался в лондонском Тауэре Одной из его обязанностей было следить за чистотой процесса чеканки монет Также Ньютон преследовал фальшивомонетчиков и отправлял их на казнь Телеведущий и писатель профессор Томас Левинсон Общепризнанный авторитет по биографии и трудам Исаака Ньютона Здравствуйте! Очень рада встрече с вами Думаю, здесь нам покажут кое-что любопытное В 1696 году Ньютон затеял денежную реформу Которая стала известна как Великая Перечеканка Серебряные монеты часто стачивались или подделываясь фальшивомонетчиками Деньги необходимо было поменять В этом зале можно увидеть, с какими трудностями столкнулся Ньютон Смотрите, как сильно сточена эта монета Действительно Здравствуйте! Могу я вам помочь? Я пишу работу о роли Исаака Ньютона в создании новой денежной системы Англии О том периоде, когда он был главой монетного двора? Ричард Бишоп – специалист по старинным монетам Если вы интересуетесь Ньютоном, вы должны знать, что к моменту его прихода ситуация была сильно запущена Да, в 90-е годы 17 века фальшивомонетчество процветало По подсчетам Ньютона, около 11% монет в Англии в то время были фальшивыми Интересно, есть ли у вас в коллекции такие старинные подделки? Да, но на продажу мы их, разумеется, не выставляем Они хранятся в другом месте Сейчас я вам их покажу Итак Это подделки Готов поспорить, вы их не видели По крайней мере, не здесь Если бы мне дали такую монету, я бы поверил, что она настоящая Но смотрите, тонкая полоска серебра, а внутри – черный металл Что это, олова? Да Качественная подделка Да, превосходная А вот что происходит, когда делаешь все неправильно Да, когда плохо знаешь свойства металлов Они слишком мало плавили металл, или же подмешивали в него что-то Смотрите, какой тонкий здесь слой серебра Впрочем, этого вполне достаточно, чтобы обмануть кого-нибудь В зрелом возрасте Ньютон с большим рвением охранял денежную систему Англии Но в молодые годы он увлеченно занимался запрещенной алхимией Он проводил бесчисленные эксперименты с целью научиться преобразовывать простые металлы в золото Патриот по духу он также отличался сильнейшей природной любознательностью Присущей только великим ученым Именно эта любознательность и привела его к тайным знаниям и поискам легендарного философского камня Ключевые фрагменты загадочной книги Ньютона написаны шифром Однако один любопытный рисунок, хранящийся в научной библиотеке в Лондоне Может стать ключом к пониманию этого шифра Так называемый зеленый лев Очевидно, поглощает солнце золотого цвета, который истекает красной кровью Солнце здесь, вероятно, символизирует золото Мы видим, что лев кусает солнце Это значит, что происходит некая реакция Например, окисление или очистка металла Но я не уверен Меня очень интересует кровь Почему золото истекает кровью? Почему эта кровь красного цвета? Для получения философского камня исходный материал должен был пройти серию изменений цвета Самым важным цветом считался красный Если удалось получить красный цвет, значит, вы близки к цели Этот рисунок можно рассматривать как подсказку, описывающую последние стадии получения философского камня Но, конечно, есть и другой способ преобразования золота А именно использование ртути Ртуть образует сплав с золотом Это классический способ отделения золота от руды Красный цвет крови может быть отсылкой к магическому элементу, известному как философская ртуть Считалось, что философская ртуть может растворить любой металл, в том числе золото Расшифровать такие рисунки трудно В те времена, когда занятия алхимией считались незаконными и карались смертью Алхимики прибегали к шифрам, чтобы скрыть правду о своих экспериментах Очевидно, Ньютон поступал так же Благодаря этим шифрам никто не мог обвинить его в занятиях дьявольской наукой Особенно в последние годы жизни, когда он оставил занятия алхимией и стал главой Королевского монетного двора Ньютон нанимал шпионов для поиска фальшивомонетчиков И по отношению к пойманным преступникам был безжалостен У него была целая разведывательная сеть Его люди имели доступ к крупным фальшивомонетчикам И Ньютон посылал их на задания под прикрытием Они ходили в такие места, где могли собираться преступники Например, в таверны и пабы Значит, у него в подчинении был целый штат профессиональных шпионов Да, они были его агентами При Ньютоне вы никогда не могли быть уверены, что вас не подслушивают Известен даже случай, когда сам Ньютон, который был крайне необщительным человеком Наведался в паб, чтобы допросить информатора Известный фальшивомонетчик Уильям Челленер был заклятым врагом Ньютона В первой половине 90-х годов 17 века Челленер был самым крупным фальшивомонетчиком Лондона Он утверждал, что подделал 30,5 тонн монет То есть около 4-5 миллионов фунтов стерлингов Он играл по-крупному, а значит Ньютон должен был им интересоваться Уильям Челленер вел себя очень умно За ним не зря закрепилась репутация злого гения По сути, он им и был Агенты Ньютона наконец ловят Челленера в 1698 году До нас дошли протоколы его допроса К которым приложено письменное прошение В нем преступник умоляет Ньютона сохранить ему жизнь О, почтенный сэр, сделайте это для меня Я осознаю, что преступил закон Но избавьте меня от смертной казни О боже, он умоляет Ньютона Да, взгляните на подпись Ваш почти погибший покорный слуга Уильям Челленер Очевидно, он очень боится Как же преступнику, сидевшему в тюрьме Нью-Гейт Совершившему столько тяжких преступлений Удалось отправить письменное прошение Исааку Ньютону Умнейшему человеку в мире Мольбы о пощаде не помогли Челленеру Сегодня толпы людей стекаются в западную часть улицы Оксфорд-стрит Чтобы посетить местные магазины Но во времена Ньютона эта дорога вела к мучительной смерти на виселице В 1699 году Уильяма Челленера протащили 5 километров по улицам Лондона К печально известной виселице Тайберн-3 Сегодня о месте, где тысячи людей, и в том числе главный фальшивомонетчик Лондона Были лишены жизни, напоминает эта металлическая пластина Вот оно Место, где находилась виселица Тайберн-3 Самое зловещее место казни в Лондоне Людей здесь казнили буквально в промышленных объемах Виселица имела форму треугольника На каждой грани которого можно было повесить 4-х человек То есть 12 одновременно Исаак Ньютон повесил Уильяма Челленера за фальшивомонетчество Но могли ли у него быть другие причины? Перед смертью Челленер намекнул, что Ньютон был вовлечен в некую незаконную деятельность Мог ли великий ученый что-то скрывать? Ньютон хранил огромные тома документов, касающиеся своей работы в Монетном дворе В одном из них содержались протоколы допросов фальшивомонетчиков и других преступников Но вот что странно В этой папке всего около 400 документов Которые покрывают период в 14-15 месяцев В то время как Ньютон работал здесь целых три года Что же случилось с остальными бумагами? Существует свидетельство племянника Ньютона о том, что однажды Он помог своему дяде вынести с Монетного двора бумаги И сжечь их Ньютон редко уничтожал какие-либо бумаги Так что хотел бы я знать, что в них содержалось Что великий ученый хотел стереть из истории, остается тайной Но вполне очевидно, что Ньютон был вовлечен в работу Которую считал настолько ценной И в то же время опасной Что делал записи о ней в виде шифров Записи в королевском научном обществе Содержат отсылки к работам другого известного алхимика той эпохи Что интересно в этом документе Он составлен из нескольких более мелких работ Порой кажется, что Ньютон переписывает их слово в слово Смотрите, здесь указано имя алхимика Филалета Он учился в Гарварде Он был одним из первых выпускников этого университета Значит, он был американским алхимиком Верно И для английских алхимиков 17 века он был большим авторитетом Потому что разработал несколько способов получения философского камня В особенности ученые заинтересованы тем, как Ньютон использует латинское слово регулус Взгляните на эту надпись на латыни Здесь сказано Компоненты состава регулус Термин на латыни служит отсылкой к зашифрованному изображению зеленого льва Хотите верьте, хотите нет Но многие алхимические символы и металлы были связаны с астрологией Насколько я помню, в созвездии льва есть звезда под названием регулус Ее иногда называют сердцем льва Но вот что интересно Действительно ли этот зеленый лев отсылает нас к звезде регулус К сердцу льва Считается, что процесс изготовления философского камня включал в себя несколько этапов Последним важным этапом было создание загадочного растворителя Известного как философская ртуть Этот заключительный компонент должен был создать сам философский камень В рукописи Ньютона из пасти льва льется кровь Ученые считают, что она символизирует именно философскую ртуть А лев служит подсказкой По легенде, чтобы получить философскую ртуть Алхимик должен был найти сердце льва Или регулус В рукописи Ньютона зашифрован алхимический рецепт его изготовления Возможно, Исаак Ньютон считал, что он всего в шаге от получения загадочного философского камня Здесь есть несколько алхимических символов Это, например, символ Марса То есть железо А это сурьма Этот момент неясен Можно предположить, что он имеет в виду переплавку сурьмы при помощи железа Но из записей это не очевидно Мы не можем сказать наверняка Пойдем дальше Здесь мы видим слово «верисиме», что означает «самое чистое золото» Любопытно, это слово часто упоминалось в отношении самого философского камня Очевидно, он был близок к его получению Кажется, что Ньютон раскрыл тайну философского камня Результаты своих экспериментов он в зашифрованном виде записал в этой книге темных искусств Химик Андрея Селла по записям Ньютона попытается создать магическое вещество Известное как регулус Для этого необходимо получить сплав сурьмы с железом В рецепте Ньютона говорится о том, что сплав нужно довести до температуры плавления серебра Мы уже превысили эту температуру Сейчас она уже больше тысячи градусов Теперь нужно осторожно достать его На нашей колбе отчетливо видны желтые пятна Смотрите Вот это да Там есть кусочки серебристого цвета Они проверяют на практике рецепт Ньютона Спустя 300 лет после того, как тот был записан Получилось явно не мягкое вещество Видите металлический блеск? Впрочем, его получилось мало Металлы недостаточно хорошо сплавились друг с другом Чтобы можно было что-то понять Им не удается получить регулус Ключевой компонент, необходимый для создания мифического философского камня Возможно, Ньютон столкнулся с теми же трудностями Он тоже экспериментировал, пытаясь провести эту химическую реакцию Это была важная часть загадки, которую он стремился решить Но существует свидетельство и о другом эксперименте Который позволяет предположить, что способ Ньютона все же приводил к желаемому результату Другой химический сплав, полученный при высокой температуре, похож по качествам на регулус Потрясающе На его поверхности видны вот такие удивительные борозды Которые, если смотреть под определенным углом, начинают светиться Возможно, самая яркая звезда в созвездии Льва, регулус Была ключом к созданию этого вещества Которое, в свою очередь, как предполагалось, было необходимо для получения философского камня Впрочем, сам камень — это не более чем миф Сегодня доказано, что мечта алхимиков о превращении простых металлов в золото неосуществима Насколько далеко зашел сэр Исаак Ньютон в своих поисках легендарного философского камня, остается загадкой Но последнюю подсказку можно найти в Вестминстерском аббатстве, где ученый был похоронен в 1727 году После смерти Ньютона в его организме было обнаружено большое количество ртути В свете его десятилетних поисков философского камня этот факт может быть символичным Иерусалим, Израиль Иерусалим На протяжении последних тысячелетий здесь происходило множество политических и религиозных столкновений Волнения продолжаются и сегодня В центре всеобщего внимания — храмовая гора Которая считается священной как в иудаизме, так и в исламе На ее вершине сегодня стоит архитектурный памятник — купол скалы, построенный 1300 лет назад И мечеть Аль-Акса Однако когда-то здесь стоял храм царя Соломона По библейскому преданию в нем хранился могущественный ковчег Завета Археолог профессор Шимон Гибсон живет и работает в древнем городе уже 35 лет Он намеревается исследовать запутанный подземный лабиринт под тем местом, где когда-то стоял храм Соломона Большая часть тоннелей еще не исследована И, как считают некоторые ученые, в них до сих пор может храниться утерянный ковчег Завета Шимон Гибсон собирал старинные карты и письменные свидетельства людей, которые изучали лабиринты под храмовой горой Там около 45 подземных камер, а также множество ходов и тоннелей Со времен крестоносцев многие копали храмовую гору, желая найти ковчег Завета Причем большинство из них не были археологами Согласно Библии, в ковчеге Завета хранятся скрижали с десятью заповедями А также могущественный жезл, с помощью которого были произведены десять казней египетских По преданию, каждый, кто прикоснется к святыням, умрет на месте Доказательств существования ковчега Завета нет И на данный момент он остается лишь мифом Впрочем, некоторые археологи полагают, что реликвия существует Есть много гипотез и предположений относительно того, где он может храниться Если ковчег существует, профессор Шимон Гибсон считает, что искать его нужно именно под храмовой горой Ковчег Завета представлял собой деревянный ящик, покрытый золотом Поднимали его при помощи двух шестов Древние иудеи верили, что в нем содержится Дух Божий Ковчег хранился в храме Соломона Но был утерян И мы не знаем, где он сейчас Гершен Соломон возглавляет радикальную еврейскую организацию, которая хочет изгнать мусульман с храмовой горы Он убежден, что слышал голос Бога и что ковчег Завета находится в недрах храмовой горы В Писании есть место, в котором говорится, что царь Иосия из дома Давида Приказал левитам взять ковчег Завета и спрятать его в укромном месте под храмовой горой Вход в систему тоннелей открыт для публичного посещения Один из тоннелей в особенности восхищает археолога Шахта Уоррена представляет собой вертикальный тоннель длиной в 20 метров Она названа в честь сэра Чарльза Уоррена Прежде чем стать комиссаром полиции Лондона, в 19 веке этот королевский инженер должен был провести археологическое исследование древнего Иерусалима Некоторые считают, что он искал места, которые упоминаются в Библии Он сразу решил, что это должен быть тот тоннель, по которому, как указывает Библия, царь Давид проник в город и захватил его Некоторые тоннели были найдены лишь недавно, а многие другие еще предстоит раскопать и исследовать Немногим археологам позволено входить сюда, но профессор Шимон Гибсон – один из них Этот тоннель, уходящий в сторону от шахты Уоррена, наполовину заполнен водой Он узок, и проникнуть в него трудно Где фонарь? Я ничего не вижу Вскоре тоннель разветвляется, а затем разветвляется вновь Это способно запутать и напугать любого попавшего сюда человека Этому подземному лабиринту несколько тысяч лет Во многих из этих тоннелей люди не бывали уже много веков Шимону практически ничего не удается найти Поиски подсказок придется продолжить на поверхности Шимон Гибсон хочет больше узнать о сэре Чарльзе Уоррене Который проводил первые крупные раскопки тоннелей под Храмовой горой в 1867 году Уоррен не был обычным археологом Военный инженер, после возвращения из Иерусалима Он занимался поисками знаменитого серийного убийцы Джека Потрошителя Историк Дэниел Доррен изучал биографию Чарльза Уоррена и его связь с масонством Эта связь, вероятно, сможет объяснить Почему инженер из викторианской Англии так сильно интересовался подземельями священного города Здравствуйте, Даниэль Рад встрече с вами Взаимно Вот здесь было проведено первое собрание масонов в современную эпоху В 1873 году В нем участвовал и Чарльз Уоррен По высоте свода можно судить о размерах тех камней Посмотрите на длину разрезов Значит, вот какие были камни Примерно по 3 метра в длину Внушительный размер, правда? Масоны собирались в этой пещере более 100 лет Посмотрите на эти надписи Здесь есть весьма любопытные Смотрите, ложа номер 1732 Это шотландская ложа Она существует до сих пор А вот Лондон 1942 Да, здесь их много А вот символ масонства Потрясающе Многие из этих надписей были сделаны в 40-е годы 20-го века Должно быть, масоны были очень рады оказаться здесь Ведь они верили, что это настоящая каменоломница царя Соломона Ходило множество легенд, связывавших Ковчег Завета с масонами Несмотря на то, что библейская реликвия была безнадежно утрачена Нельзя исключать возможность того, что Ковчег Завета был спрятан здесь И вот почему Представьте, что вы живете в Иерусалиме И ваш город осаждают враги У вас есть огромная подземная пещера Скажите, где вы спрячете свои ценности? Наверное, не у себя дома А, скорее всего, в такой пещере Под полом этой пещеры, где мы сейчас находимся, есть еще один подземный уровень И что интересно, здесь есть тоннели, ведущие в юго-восточном направлении Они уходят под землю Вглубь храмовой горы? Совершенно верно Вглубь горы А теперь посмотрите На потолке следы от вырезанных каменных блоков Может быть, там тоже скрыты входы? Золотой купол скалы Это самый древний, дошедший до наших времен памятник исламской архитектуры Власти Израиля разрешили мусульманской организации до некоторой степени контролировать и развивать храмовую гору Как правило, иностранцам не позволяет сопроводить на горе раскопки Журналист Дани Рубинстайн предлагает свое объяснение Почему доступ к этому священному месту Это сегодня настолько трудный и деликатный вопрос Многие западные ученые хотели бы попасть в эти подземные камеры Но мусульманские власти не разрешают им Причина кроется в страхе Со времен крестоносцев они знают, что этим местом стремятся завладеть как евреи, так и христиане Поэтому они туда никого и не пускают Это святое место И они думают, что если они пустят туда ученых Это будет представлять для них какую-то угрозу У Шимона Шипсона нет официального разрешения от мусульманских властей на исследование горы Однако в одной из частей горы сейчас ведутся раскопки для проекта постройки нового здания Тысячи тонн земли и камней были выкопаны из храмовой горы и развезены по разным городским свалкам Группа археологов собирает и изучает этот ценный исторический материал Часть камней, которые мы изучаем, находились в подземных полостях Я смотрю, здесь много интересного Да Всего с храмовой горы было вывезено примерно 400 грузовиков земли Эта земля представляет огромную ценность для археологии Значит, это только малая часть? Да, к сожалению, мы не знаем, из какой части храмовой горы была выкопана эта земля В этих кучах земли могут содержаться ценные археологические находки Осколки древней истории среди земли и камней Некоторые из этих осколков относятся к ранне библейскому периоду Когда ковчег Завета хранился в храме царя Соломона Вот некоторые наши находки Хотя, конечно, этих находок у нас десятки тысяч Что вы можете рассказать об этих древних предметах? Мы нашли три египетских скоробея Затем наконечники стрел периода первого храма На одном из них стоит имя, которое упоминается в Библии Также здесь мы можем видеть наконечники стрел крестоносцев Фигурки для игр мамлюкского периода Серебряное кольцо османского периода Все это очень важно Ведь храмовая гора – самое значимое для археологии место в этой стране А возможно и во всем мире Здесь мы находим вещи, которых раньше никогда вживую не видели Происходит еще один прорыв Шимон Гибсон получил разрешение от службы древности Израиля На вход в систему тоннелей, где еще ведутся раскопки Он полагает, что эти тоннели могут тянуться к храмовой горе Первый тоннель выводит к нескольким длинным проходам Которые могли быть частью древней системы водоснабжения Этот древний тоннель пролегает под старой частью Иерусалима Для облегчения работы археологам здесь установлено временное освещение Дальше в тоннеле начинается выложенный плитами потолок Возможно, во времена Христа это был уровень уличной мостовой Может быть, даже сам Иисус ходил по этой улице Этот тоннель был построен две тысячи лет назад А потом заброшен, когда в 70-м году город атаковали и разрушили римляне Но изначально он вел к храмовой горе Это настоящий инженерный подвиг Только посмотрите на камни и плиты, которыми выложен здесь потолок А вот здесь находился люк Шимон идет дальше и переходит в другие системы тоннелей Этот лабиринт из проходов и коридоров, возраст которых несколько тысяч лет, заполнен водой Не нужно даже обладать живым воображением, чтобы представить, как стражники царя Соломона Прячут в этих пещерах драгоценный ковчег Завета Несколько тысяч лет назад Кажется, там еще один тоннель Он уходит куда-то вглубь И воды там нет Залезть в него трудно Но Шимону это удается Вот это да Потрясающе Он уходит куда-то вглубь Здесь видно, что тоннель еще не раскопан На полу много песка, обломков камней И осколков керамики Подумать только Этой шпаклевке на стенах Две тысячи лет Здесь тысячи и тысячи керамических черепков А еще кости животных Уголь Сама же земля черного цвета Возможно, она попала сюда после разрушения города римлянами В 70-м году В стенах тоннеля Видны небольшие отверстия Ого А вот этого я совершенно не ожидал здесь увидеть Человеческие кости Очевидно, этот древний тоннель Был свидетелем драматических событий Однако из-за продолжающегося в Иерусалиме Политического и религиозного конфликтов Шимон не может идти дальше Впрочем, даже если в этих тоннелях Не будет найдено ничего, кроме земли и осколков Мир продолжит полниться слухами Ибо легенда о Ковчеге Завета Остается слишком притягательной для нас Программа озвучена студией Арк-ТВ Тех читал Александр Коврижных Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова